Всем привет! С вами Дэн, LUMTEK, американский бренд, которого давненько уже не было на канале. Давайте смотреть, открывать коробочку. Значит, здесь MDV Technology. Не просто так они это указывают. Что это такое? Это они придумали, кстати, первые, делать огромное количество слоев суперлюминовых. В общем, на моей памяти 12 слоев суперлюминовых они делают, и после них это повторил только Foybos. Они стали делать тоже там что-то типа 10 слоев. И с тех пор, что удивительно, никто особо такими вещами не заморачивается. Про Foybos я, кстати, вспомнил не просто так, потом расскажу почему. Значит, эта модель называется Vortex Solar D4. Тут серийник есть уникальный, механизм, все подписано. Ну, LUMTEK вообще славится своим качеством. Собирают они часы в США качеством и, собственно, ценами. Достаточно недешевый микробренд, но очень хорошо сделанный. А за качество, что называется, нужно платить. Спасибо Евгению, который любезно мне эти часы, ну, можно сказать, переслал, потому что он их заказывал через знакомого в Штатах. Кстати, Евгений занимается лимиткой Эльбрус в чате GITAT. Ссылку оставлю в описании к ролику, если вдруг кому интересно. Кстати, американцы в комплекте еще кладут вот такую бейсболку LUMTEK. Ну, в общем, мелочь, а приятно. Давайте теперь уже открывать и смотреть. Опа! Красавчики какие здесь, а! Так, а что еще здесь значит? Сирийник, ритейлер и вот такая карточка. Крис Вайгент у них, президент. Молодец! Коробка очень-очень похожа на коробку от Штайна. Так, что тут еще есть? Ну, тут больше ничего нет. Тогда мы часы с вами вытаскиваем. И давайте уже с ними более детально познакомимся. Так, я вижу, здесь еще есть пленочка. Ух, какой глубокий циферблат классный, а! Заглядение! Итак, значит, что касается модели Vortex D4, как я вам уже сказал. Конкретно эта версия стоит 585 долларов. Внутри стоит японский механизм VS42A с солнечной подзарядкой. Ну, собственно, этот механизм производится Seiko, как и многие механизмы, которые используют микробренды. И заявленная точность там плюс-минус 20 секунд в сумке. И два камня в этих часах имеются. Но, этот механизм, наверное, не самое даже интересное, что есть в этих часах. Потому что, как я уже говорил, LUMTEK любит всякие разные фишечки. Ну, давайте пойдем как бы по порядку. Значит, что касается механизма, что там интересного в нем? Они заявляют, что одну минуту солнечного света хватает на то, чтобы подзарядить часы. И они будут работать, точнее, подзарядить механизм, он будет работать целый день, целые сутки. Шесть месяцев запас хода при полной зарядке. Полная зарядка происходит за пять часов прямого солнечного света. Естественно, это не дома, а не тусклая лампочка. Учтите. Что касается корпуса, то корпус здесь из стали 316L. И покрытие сверху идет PVD из карбида титана. Водозащита здесь 200 метров. Многослойная X1 суперлюминова на метках, стрелках, индексах. Выпуклый сапфир. При этом здесь с обоих сторон антибликовое покрытие. Поэтому есть такой некоторый эффект отсутствия стекла. Но с учетом того, что здесь стекло выпуклое, все-таки не так это заметно, как если бы это было плоское стекло. Но интересно, что они сделали двустороннее именно покрытие в часах милитаристелистики. Все-таки ведь известно, что покрытие это может царапаться. Ну, собственно, зато красиво. Я, честно говоря, в восторге, как эти часы выглядят. Но об этом чуть позже поговорим. Также, значит, LUMTEX ставит внутри защиту механизма от различных шоков. И компания также предоставляет пожизненное тестирование на давление часов, точнее на водозащиту. И очистку, замену прокладок. Ну, если живете в США, то это, конечно же, удобно. Для наших покупателей это особо значения не имеет. Гарантия двухлетняя. Разработка дизайна, сборка полностью ручная. Тестирование происходит в США, в штате Огайо. Вот. И опять же здесь хочу маленький момент. Ну, понятное дело, что комплектующие, да, здесь включая механизм, они из разных стран. И в том числе здесь, насколько мне известно, а мне известно, вот, по сути дела, производители, которые делают эти часы на фабрике, они заказывают корпуса, стрелки, циферблаты на той же фабрике, где делают Фойбос. И мне ребята из Фойбос говорили, что это одна из самых лучших фабрик Китая сейчас. Ну, собственно, в Китае сейчас одно из лучших в мире, в принципе, оборудование для производства вот этих деталей часов. Поэтому это, я считаю, что огромный плюс. Потому что, ну, посмотрите на этот корпус. Сделан он просто потрясающе. Рант. Шикарная вот эта. Просто потрясающая, да, такая насечка косая. Очень хорошо сделана. Посмотрите, какая рельефная. И при этом она абсолютно такая вот гладенькая. Нигде ничего не царапается, нигде ничего не дерется. Супер круто сделана. Ушки очень аккуратные. Они резкие, как я люблю, но при этом они не слишком режут. И с нижней части корпуса то же самое. Ну, немножечко, может быть, кажется на вот видео островатое. Но когда пальцем проводишь, здесь ничего острого нет. Это, конечно, высший класс, как вот они делают. Внутренний рант. У нас здесь, соответственно, две головки. Одна из них, так, у нас все завинчивается. Верхняя, да, у отметки 2 часа отвечает как раз за внутренний безель. Ну, а что вы хотели? Водозащита 200 метров можно использовать. Приятно так движется. Давайте поставим его в ноль. И, кстати говоря, вот такого же плана, да, здесь вот эта вот насечка на заводной головке и на головке, которая отвечает за внутренний как раз безель. Ну, и, собственно, у отметки 4 часа у нас головка, которая отвечает за стрелки. Даты здесь нет. Это здорово. Циферблат абсолютно гармоничный. Ничего не мешается. И с учетом того, что здесь нет даты и то, что здесь механизм солнечной подзарядки, в общем, вам с заводной головкой пользоваться это, собственно, и не придется практически. Ну, и, конечно, знаете, вот видно, что поработали над сочетанием цветов, потому что такой вот темно-серый, матовый, стальной, такой милитари-серый, яркий, сочный, прям практически зеркальный черный циферблат. И на контрасте идут желтые цифры, метки. И только есть маленькие вот эти вот точечки у нас, где тоже часовая разметка. И где минутная разметка, она идет как раз штрихами такими белыми. То есть по сочетанию цветов классно. LUMTEK, опять же, логотип белым прописан, да, MDV Technology прописана желтым. Потом покажу поближе, видно, что буквы не плоские, буквы такие достаточно рельефные. Потом обязательно посмотрим, классно сделано. Красивые стрелки, хорошая читаемость, такой вот немножечко, да, в классику, арабские цифры. И мы видим, ключевые показания все видны. Хорошо, что на таком, на подиуме, я бы сказал, идет внутренний безель, он вообще не отвлекает совершенно. И практически не влияет на гармонию. Да, в каком-то мере можно сказать, что здесь насыщенно много вот этих вот черночек, плюс безель идет. Но, с другой стороны, если мы смотрим просто на время, да, то вот как раз часы, минуты и секунды мы видим просто шикарно и отчетливо. Так, здесь у нас также Zulu ремешочек. Мягкий такой. Мягкий, очень тонкий, но приятный. Не знаю, сколько он прослужит, потому что прям супер-супер тонкий. Ну, потом владелец, наверное, поведает, но сделан классно. Очень приятный, прям берешь такой приятной-приятной кожи. Так, и здесь у нас тоже брендирование от Lumtec. Задняя крышка, чего там указано интересного. Задняя крышка без покрытия. Ну, здесь, кстати, вот какой момент интересный. Очень тонкий, да, этот ремешок. И видно, что между... Вот это пространство, да, между корпусом и шпилькой, оно тоже достаточно узкое. Корпус тут немножко как бы подпилен, да, он специально сужается, чтобы можно было просунуть ремень. Но вот толще, чем этот натовский, там, Zulu не влезет, да. Ну, здесь можно с другой стороны посмотреть какой-то обычный ремешок. Ну, задняя крышка довольно простая, Sapphire там ничего такого интересного нет. Давайте посмотрим по размерам. Что у нас по корпусу? 42, высота, с учетом того, что стекло выпукло, 13,8, по ремешку 22, ну и от ушка до ушка, ушки довольно длинные здесь, 48, 48. Ну, достаточно аккуратный корпус, с учетом того, что здесь еще и бизель имеется. Мое запястье 18,5, ну, собственно, вот такая у нас получается посадка. Как я говорил, ушки достаточно длинные, но на моем запястье нормально. Я думаю, что на 17,5 уже лучше все-таки взять какую-то другую модель поменьше. А так на среднее и на крупное запястье в самый раз. Ну, посмотрите, да, такие красавцы и хорошо ремешок тоже сочетается. Хотя здесь очень много разных ремешков, можно с ними попробовать и перлон, и классику, и кожу, да что угодно. По весу 97 грамм на этом ремешке. Ну, собственно, как я вам и говорил, когда выпуклое стекло, да еще и здесь такой зеркальный циферблат, то не так уж и важно, сколько антиблика внутреннего и внешнего, потому что все равно все отражается. Но мне важны другие детали. Посмотрите, какие рельефные, объемные здесь цифры. Это вот сделать не так-то и просто. Логотип, надпись по модели. И интересный еще нюанс, то, что здесь такой полупрозрачный циферблат. Там немножечко виден механизм. И то, что творится под циферблатом. Интересный эффект. Ну, я думаю, на солнце, наверное, будет лучше, чем сейчас у меня под искусственным светом. Красивые стрелки такие, золотистые, матовые. Ну, вот корпус, как я вам говорил, приятно все отделано. Ушки, геометрия. Ну, такой интересный у нас милитари стайл. И что хочу сказать по итогам. Ну, конечно, многие, я думаю, напишут в комментариях. 585 долларов, а здесь кварцевые часы. Но погодите. Давайте посмотрим, сколько стоят, например, конкуренты от более именитых брендов. Тоже там на кварце или, тем более, на солнечной зарядке. Конечно же, в разы может быть даже выше. Это во-первых. Во-вторых, такие часы далеко не у каждого. Здесь просто превосходно проработан и циферблат, и корпус, и дизайн отлично сделан. И много разных интересных инженерных фишечек, не говоря про базовую их фишку, это подсветка. Поэтому, если вы цените вот такие моменты, то я думаю, что эти часы как раз-таки довольно доступны по цене. Если вам нужны просто простейшие часы, где не важно, как они сделаны, как они проработаны, то, безусловно, можно купить и за 100 долларов, и даже дешевле. Мне лично модель понравилась. На этом у меня все. Пишите, как вам. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся. С вами был Дэн.